здравствуйте друзья я немножко изменил форму приветствия потому что мне написали о том что существует еще один канал где ведущий тоже просит что-то такое благодарности до просит ставить лайки и прочая херня извините за выражение и вот эту пошлятину я терпеть не могу поэтому я теперь не буду ни за что никого благодарить и ничего ни у кого просить хотите что-нибудь неприятное сделать сделайте сами спасибо поблагодарил все-таки нет я вас всех люблю поэтому уж так ну так получилось про дорс у меня есть несколько роликов ну раз есть несколько давайте уже продолжим тогда вот например про эту пластинку мы еще не чего не рассказали друг другу а в комментариях рассказывать друг другу милое дело я предвижу конечно опять после показа этой чудесной обложки и пластинки кучу всяких комментариев это очень интересно здорово будем читать и общаться путем переписки 1967 год писали пластинку три месяца использовали восьмиканальный магнитофон на тот момент времени одно из самых совершенных приспособлений для звукозаписи студийной и работали как я уже сказал три месяца до долго вдумчиво свободно бюджет был не ограничен у группы компания электро открыла кредит что называется на запись но примерно как советском союзе кино снимали когда сергей богачук снимал то войну и мир или что-нибудь такое похоже это как бы бюджет произвольный сколько хотите столько тратьте насколько насколько я наслышан об этом также из дорс получилось вы электро ну что первая пластинка пользовалась огромным успехом группа была в топе бесконечные концерты пластинка продавалась со свистом поэтому компания электро пошла на то чтобы вот пишите скорее 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 пишите 2 альбом он нам нужен потому что заработать еще больше денег для компании это всегда приятно компания для этого и существует если кто-то думает что компания существует для того чтобы культуру в массы двигать нет компания существует для того чтобы зарабатывать деньги несколько независимых лейблов есть которые двигают двигают движут двигают культуру и занимаются творчеством исключительно но они так с хлеба на квас перебиваются но культуру Все-таки доставляют народу Все остальные просто зарабатывают бабло Но На такой группе грех не заработать бабло Потому что группа очень хорошая Людям нравится Почему же нет Но Тут есть одно но Пластинку очень хвалят все Все критики Насколько я читал Всякие отзывы От слушателей Все очень хвалят Говорят, что это о-хо-хо-хо Даже в каких-то там списках Роллинг Стоуна, по-моему 500 лучших альбомов Она тоже где-то там не на последнем месте находится Но у меня она вызывает странные Ощущения, честно скажу Я не скажу, что она мне не нравится Но я бы ее не назвал лучшим пластинкой Дорс И вообще в список лучших альбомов Всех временных народов Я бы ее, конечно, не выносил бы никогда Почему? Я вам объясню Потому что Три месяца записи С неограниченным бюджетом И с восьмиканальным магнитофоном Да еще с приглашенными музыкантами Там же басист был приглашен Не помню, как его звали На синтезаторе человек играл приглашенный И еще третий человек был пианист отдельный Помимо человека, который играл на синтезаторе И вот в таких тепличных условиях Некоторым группам удается записать шикарный материал Некоторым удается тоже записать шикарный материал Но не такой шикарный, каким он мог бы быть Но это, на мой взгляд, опять-таки убогие Это чисто мое мнение Я сижу в Санкт-Петербурге зимой И рассказываю о том, каким бы мог быть альбом Дорс С 1967 года По-моему, это чисто идиотизм Но тем не менее Я так мыслю Я художник, я так вижу Что называется Но, собственно говоря, в комментариях Сплошь и рядом Так вы и пишете Что нет, здесь я бы убрал высокие Здесь бы я добавил голоса Здесь что-то еще То есть мы все умнее, чем все звукорежиссеры Англии и Америки Всех времен и народов Это абсолютно точно Достаточно почитать комментарии в интернете Не только под моими роликами А вообще Там у Фреда-гитариста Где угодно В любой обзорный ролик Везде масса советов Как сделать пластинку группы ЕС лучше Чем она Чем она есть Или там кого-то еще Ну, не будем спорить То, что записано, то записано И записано именно так Как показалось Хорошо музыкантам и продюсеру Это я говорю Абсолютно о любом альбоме И я никогда не критикую Качество записи того или иного альбома Потому что он записан именно так Как надо Вот как нужно Так и есть А наше дело уже Слушать и Либо проникаться этим звучанием Либо не проникаться Это уже дело, так сказать, наше личное Они как ни группы и ни продюсеры Но Здесь, как мне кажется Группа потеряла Свой рок-н-ролльный задор И свою рок-н-ролльную ярость Которая была на первом альбоме И которая появилась потом На третьем Неожиданно Вдруг И пошла дальше до конца Я же не говорю про концерты Поскольку группа Дорс Это группа концертная Конечно, ломовейшая Я не был ни на одном концерте Дорс Потому что я был совсем юн Я жил в Советском Союзе Откуда выехать на концерты Дорс Было невозможно Ну, по крайней мере Мы все слышали же Концертные записи Дорс Да, и видели По видео И все И, конечно, это потрясающе Совершенно По звучанию По качеству игры концертной Просто супер По импровизациям Которые они там выдавали Все, начиная от Моррисона Главного Ну, конечно, грязи много Но какой рок-н-ролл без грязи Какой концерт рок-н-ролльный Без грязи может быть А здесь Прямо такая стерильность Такая стерильность Такая вылизанность Такая филигранность Всего звука Столько наворочено Всего студийного Прикажущейся прозрачности И простоте Всего Ну, очень много Ну, как бы я не первый день Слушаю И в студиях бывал Неоднократно в разных Совсем С разными группами С разными музыкантами И с хорошими композиторами Аранжировщиками Звукорежиссерам Скажу вам, что тут Бог-то мой Сколько наворочено Всякого разного Но так все вычищено А где Дорс? Где Где вот эта вот Энергия Извиняюсь за выражение Где ярость? Группы Битлз Ранних В тысячу раз больше ярости Чем здесь Ярость я не имею в виду Злость Я имею в виду Аааа Такое вот Ну здесь Если бы я составлял сборники Я сборники вообще не люблю Но если бы я составлял сборник Я бы отсюда взял для себя Две песни Вы наверное догадываетесь Какие это Love Me Too Times И When The Music Is Over Конечно все остальное это для меня на мой вкус моя точка зрения такая что это такой очень хороший не поверить этого слова шансон с с наклейкой рок-н-ролл ну я так это воспринимают нет все сыграно здорово все пишут что это самый психоделический альбом но самый психоделический он здесь исключительно от вибратов в органе ванзарака который сплошную идет через все песни вибрато реверберация голос моррисона в песне strange days за обработан невероятными опять-таки river bird реверберационными приспособлениями я не знаю какие там были реверы у них я не знаю там ленточные или какие-то еще другие цифровых же не было тогда ну как-то там закрутили звук очень очень серьезно может быть я не знаю я не знаю как дабл треком он здесь поют не в нескольких песнях тоже один трек обработан другой не обработан наложены они вот этот дабл трек идет дает такое звучание очень специфическое наверное от этого называют его психоделическим альбомом но пусть да ну и конечно вот эта песня про лошадей в океане если это можно назвать песни крики моррисона страшные страшная мелодик ломация под белый шум который брюс ботник там накрутил с помощью записи на ленту тишины когда просто фон записывался фон от микрофонов от от всего отшуршания на ленту и музыканты где-то там вдруг начали что-то издавать какие-то звуки такая получилась каша если это называть психоделее туда конечно ну strange days вылизанная вылизанная чистейшая такая звуковая палитра джим моррисон пару раз кричит но эти крики воспринимаются как-то очень искусственно вдруг ни с того ни с сего вот как кричит естественно он в песню when the music's over вот там естественно от души логично проорал в песне strange days пару раз крикнул как бы потому что так надо чистенько все записано здесь надо крикнуть а крикнул и потом еще раз ну ну так и у вас a little girl воспринимается как прям вторая часть песни strange days прямо в том же настроении в другом темпе но в том же настроении с той же палитры звуковой все прямо такой вот минор минорыч пошел просто в общем такой я не скажу что прям повтор но тем не менее первая часть вторая часть хорошо но love me to times наконец проснулись наконец ритм и блюзовая такая основа четкая с хорошей гитарой уже с вокалом уже по-настоящему как-то разошелся парень уже от души все пропел но недолго музыка играла недолго фраер танцевал on happy girl красивенькое вступление манзарака на опять-таки вибрирующем органе вот вот та самая как как будто бы психоделия да и пошла опять пошли в какой-то салон не в салон конечно но куда-то в какое-то ночное кафе кабаре такое тихонечко тихонечко и в общем тише тише еще тише хотя тут и довольно громко но как-то все равно очень сдержанная аккуратненько мунлайт драйв та же самая история но здрасте ну сколько можно нуждавайте уже какой-то вы же doors вы же кумиры девчонок и мальчишек где же вот этот драйв то мунлайт драйв одно название только что мунлайт драйв драйва в общем и нет переворачиваем на другую сторону мы думаем people are strange ну сейчас наверное ну и здрасте это просто уже какой-то парижский кафе шантан people are strange боже мой что это такое нет конечно песня стала хитом в силу своей вот этой вот кабацкой но это правда ну тут это да это есть кабацкая такая история которая всем нравится шансон всегда нравится всем народным массам я тоже народная масса и некоторые песни в стиле шансон например people are strange я спокойно да слушаю воспринимаю мне нравится да но где где вот этот драйв где куда по про что здесь про что здесь играется музыка вот про это самая моя смазана май eyes have syn you но вот опять проснулись сначала тихонечком и потом понеслись куда-то куда-то понеслись понеслись проснулись задорно задорно понеслись на потом опять такую аккуратненькую такую аккуратненькую подачку такую спокойно чтобы ни на кого не напугать так политкорректно все сыграно все, все, потом опять моя, я скажу, прокричал Моррисон, прокричал, и опять политкорректненько, аккуратненько, как у больших. Такое ощущение, что люди получили действительно студию, получили хороший аппарат, получили время и деньги на запись. Сделаем, как у больших, чтобы все звенело, читалось, было круто, сыграно, отлично, да, беспрерывная игра на слайд-гитаре Кригера, довольно одинаковая во всех песнях, хорошая, да, ну все, все очень в меру, тонко, точно, и никаких шагов вправо-влево, никогда ничего, все хорошо, замечательно. I can see your face in my mind, ладно, можно потерпеть, но when the music's over, зато искупает все шансонные истории предыдущих песен. соло Кригера удивительно кайфовое, гитарное, там, ну, там не две гитары, там, по-моему, даже три сыграно наложением, и соло такое, тут тебе и King Crimson, тут тебе и Sonic Youth, тут тебе и Doors, и фирменное звучание Кригера, очень круто, просто заслушаться можно в первой части, как он играет, фантастически. Ну, и Моррисон спел, конечно, великолепно, все от начала до конца, все 11 минут, ну, там, где он поет, естественно, и кричит, и рычит, и стонет, и, и все дела. И Манзарак сыграл, все на месте, и барабанные, даже микросоло, тоже все, все здорово у Дэнсмора. Прямо красота, прямо песня, вот, на пять с плюсом, хотя она длится 11 минут, но пять с плюсом просто, вот, лучше не, лучше не сыграешь, лучше не делаешь, все искупает, как я уже сказал, все вот эти политкорректные песни предыдущие, ну, кроме Love Me Too Times, которая сама по себе хороша. В общем, вот, если вы думаете, что я разругал этот альбом, нет, совсем нет, я его слушаю иногда с удовольствием, пластинка очень хорошая, очень мощная, ну, артисты так решили, им виднее, поэтому я пойду пить и слушать дальше, пока.